Работаем? Да. Я рад приветствовать подписчиков интернет-канала Республика. Сегодня у нас в гостях Роман Томоев. И мы решили поговорить меньше чем за год до выборов об одной очень насущей тематике. Когда я еще не был частью команды интернет-канала Республика, в одном из средств массовой информации города мне дали задачу сделать краткий обзор с приглашением на дебаты всех политических партий Республики. И дозвонился я только до одной. Это была партия КПРФ здесь, в Республике Това. Роман, поговорить хочется с тобой, как с руководителем партии, как раз-таки о альтернативных позициях выбора граждан. И вот мне что интересно в первую очередь. У меня почему-то, когда говорят о политических партиях ТУЫ, первая ассоциация это грибы. Знаешь, как после дождя они появляются перед выборами, с каждого утюга про них говорят и потом снова пропадают. Давай объективно, сколько их у нас в Республике и что они из себя представляют? Всем привет, уважаемые дорогие друзья. На самом деле это очень печально, и ты абсолютно прав. Такая тенденция, когда за месяц, за два или за три месяца кто-то может объявиться в политическом поле. Такая тенденция у нас в ТУВЕ есть. На самом деле это очень печально, это очень плохо. Это не делает большого плюса или в положительную роль, не играет вообще для всей политической системы, не только ТУВЕ, но и всей нашей страны. Да, действительно, так все получается, что у нас вообще, если говорить, в ТУВЕ есть только две политические силы, реально, объективно говорю, кто не согласен, можете оставить комментарий ниже и выразить свое мнение. Есть две политические силы. Партия административная, управленческая, так называемая, это единая Россия, это надо признать, это так и есть. Ну и вторая партия оппозиционная, это КПРФ. Мы парламентская партия, вторая в Госдуме. Что отличает нас от всех остальных так называемых политических партий? Наличие постоянной работы, постоянных движений, наличие четкой структуры и так далее и тому подобное. Я вообще благодарен вам за то, что вы выбрали эту тему. Спасибо, что вы меня пригласили поговорить об этом, поскольку я считаю, что для жителей нашей красивой, необъятной ТУВЕ важно знать всю правду, как она есть на самом деле. Поэтому я считаю, что, Саш, не существует политических партий на бумаге, да, в Минюсте зарегистрированы. Но с точки зрения работы, это просто такая, знаете, фикция. Для чего она нужна? То есть это же колоссальные деньги государственные, наши налоги. Вот зачем вот эта фикция непонятная? Столько людей задействованных, непонятно, что делающих. Да, таков изъян нашей политической системы, да, когда для того, чтобы легальное поле обосновать в плане наличия плюрализма мнений, наличия других позиций, выстроена эта иерархия в виде политических партий, вот эта вот ступенчатость. На самом деле я ярый противник такого большого количества партий в стране. У нас в республике Тыва их целых 11, согласно данным Минюста. 11 политических партий. Идут года, проходит месяца, масса всевозможных событий, внутренних, внешних. Давай я тебе теперь встречный вопрос задам. Хоть одна политическая партия подняла тему, допустим, роста стоимости ГСМ, каких-то других социальных вопросов по учителям и так далее, и тому подобное. Кто поднимал эти вопросы из других партий? Не берите нас. Назови мне хотя бы одну, что вот что-то она сделала за последний хотя бы год, кроме вот Единой России, да, партии администрирования. Вот скажи мне, Саш, назови вот хоть одно событие, вот хоть кого-то, хоть что-то они сделали, пикет провели, помогли кому-то, подняли какой-то вопрос. Как человека, на самом деле, далекого от политической сферы, вот там, видно, новые люди по городу баннера развешали. Что? За чистый город, как бы, ну вот, все. Ну, на самом деле, такие же баннера развесили и мы, и это идет городская акция. Ну нет, ты меня спросил, я ответил, что я вижу. Ну вот, мы за чистый город. Ну, может, убрались где-то. Задача любой политической партии, Саш, это представить альтернативную позицию на то или иное событие. Там, не знаю, по социальным вопросам, экономический блок и так далее. У нас это всегда присутствовало и есть. Поэтому для жителей это определенная уловка. Вот я вас уверяю, у нас в этот год выборный будет, 24-й. Помимо выборов всероссийских, президента, да, у нас будут выборы Верховных Урал. То есть, сама избирательная кампания, а такая активная, горячая фаза, это будет лето, июль, август и чуть-чуть сентября. А в сентябре уже выборы. И я вот вам отвечаю. Уже, наверное, какие-то кулуарные беседы идут. Кто-то уже думает, через какую партию залезть. То есть, большинство этих партий, это инструмент определенной группы лиц, определенной группе, в кавычках, общественников, попасть в эту партию, нырнуть прямо туда. Договориться с кем-то и представлять так называемые интересы этой партии, типа для граждан. На самом деле, это механизм пробиться в законодательный орган и для большинства этих людей решать исключительно свои вопросы, а не вопросы граждан. Берем, я не знаю, вы скажете об этом или нет, покажем ли вы это в эфире или нет, вот прямо эти партии. Какие-то казаки, какие-то партии роста. Зеленые. Какие-то зеленые, то есть зеленкой помазанные. Где они? Кто они? Что это за партии? Ведь самый вот ужас этой всей системы в том, что будут находиться люди, их будут туда ставить и будут как бы показывать это легальное поле честной политической борьбы. Я бы оставил на мой, вот мое личное предложение, не более трех партий в стране, каждая должна иметь свой политический блок, свою позицию, свою программу. Эти, допустим, левый блок представляют, эти правый блок представляют, это центристы. Все. Экологи, экологическая партия, серо-зелено-буро-малиновые. Зачем они нужны? Каждая уважающаяся политическая сила в своей программе предусматривает экологические вопросы, в том числе и мы. Поэтому это разбавить электоральное, это разбавить политическое поле, электорату ввести просто какую-то прививку от не пойми чего. Та же партия коммунисты России, это наши антагонисты, это наши, так сказать, ну они негодяи. Для чего их в России создали? Для того, чтобы у нас каждый раз забирать голоса на выборах. Давай для наших зрителей поясним, вот просто у людей может создаться такой непонятный информационный фон. Так. Что ты имеешь в виду? Ты сказал сейчас, коммунисты России, это что такое? Это политическая партия, она так и называется, коммунистическая партия коммунистов России. А мы называемся коммунистическая партия Российской Федерации. И когда люди в возрасте приходят на избирательный участок, всю жизнь которой голосуют за коммунистов, приходят, а там они, допустим, коммунисты России в бюллетене могут быть вторыми, да, допустим, мы четвертыми. Бабушка или дедушка, или человек, который не особо в этом разбирается на левых взглядах, он только видит серп и молот. Чпоньк! И голос ушел. И таким образом эти мерзавцы, псевдокоммунисты, соглашатели-приспособленцы, это в целом откусывает от нас по разным регионам от трех, бывает даже до шести процентов. То есть это считает целый мандат, если так вот можно сказать, да. Поэтому, друзья мои, будьте внимательны, разбирайтесь в этом вопросе и никогда не дайте себя обмануть. Мы не просто так поставили ноутбук. Для чего он не стоит? Он у нас не для фона, и он нам еще пригодится. И перед тем, как перейти к определенным действиям техническим, еще пару вопросов. Жаркие выборы Верховных Урал в 2019 году. Интересное было время и в информационном поле, и, скажем так, на политических аренах. Хлестали себе друг с другом не на жизнь, а на смерть. Как оцениваешь выборы, которые грядут в 2024? Я думаю, что по своему политическому накалу, я уверен, что есть ряд групп и так далее, которые уже к ним готовятся. И которые уже пытаются разыграть определенную карту у себя в голове, колоду перетасовать, думать, схемы, планы, задачи и так далее. Я думаю, это будут интересные выборы с точки зрения того, что мы вначале пройдем стадию президентских выборов. От этого тоже очень много будет зависеть. Я думаю, что выборы будут интересные, я думаю, что они будут не менее жаркими. Поживем, увидим. Если говорить о нас, то для нас, прежде всего, самое главное, Саша, скажу, вот как оно есть. Мы стараемся избирательную кампанию всегда проходить очень чисто, без грязи, представляя свою программу своих кандидатов. То есть выборы это не то, что где хайповать, орать, друг друга уничтожать, там, не знаю, лупить. Выборы это, прежде всего, состязание программ. Есть одна особенность у нас в республике. У нас в республике в связи с малым численностью населения, в связи с очень слабой политическим интересом у людей, у нас присутствует такой момент, как роль личности. То есть программа может быть идеальной у партии, и большинство ее поддержит. Но у нас в Туве все-таки первостепенно вначале смотрят на человека. Он может даже выдвинуться от партии «Зеленая солома». Если они просто знают, что «О, вот он, им плевать, какой логотип у этой партии», они будут идти за него. Поэтому здесь это одна из особенностей политической системы. А жаркими они будут или нет, поживем, увидим. В любом случае, я могу уверить тебя, что та молодая команда, которая у нас пойдет, она будет работать активно и очень ярко. Я в этом уверен. В нынешней повестке политической, общероссийской, бытует такое выражение, что нужно сплотиться как раз-таки относительно нашего президента. Да, я тебе могу уже ответить. Означает ли это сплочение и у околорегионального лига? Я тебе могу сказать, очень хороший вопрос. То есть «Справедливая Россия» уже сплотилась. То есть они всегда были, они левых взглядов, у нас все, взяли всю нашу программу, все наши идеи. Вообще не вижу смысла в их существовании как партии. Я вам говорю, это открыто. Они уже сплотились возле Владимира Владимировича Путина. Но какая вы тогда оппозиционная партия? У вас самого кандидата нет, у вас каких-то взглядов нет на жизнь. Это федеральный уровень. Безусловно, КПРФ будет уделить. Я оригинальный. Сейчас скажу, мы в начале о федеральном уровне, они поддерживают. У нас всегда будет свой кандидат. У нас сейчас идут дебаты, обсуждения, кого все-таки КПРФ и Левый Блок выдвинет. Даже вот в Ютубе очень многие пишут в комментариях, давайте того, давайте того. На региональном уровне. Что такое сплочение? Мы политическая сила и мы всегда должны сплачиваться возле народа, народ возле нас. То есть есть лидер, руководитель территории, его задача наладить контакт и выработать общую позицию. Мы не единая Россия. И я всегда говорю, что мы будем сплачиваться вокруг общегосударственных задач. Понимаешь, безопасность, поддержка вооруженных сил, поддержка государственных интересов. Саша, вообще без проблем. И это абсолютно правильный посыл. И скажу даже больше. Когда у нас была встреча с главой, вот эти инициативы, которые были озвучены, ну безусловно мы их поддержим, поскольку они являются адекватными. Что же касается социальной политики, экономического блока. У нас, у коммунистов, всегда есть свое видение, как это надо делать. И ради одного лозунга будем вместе сплотиться. То есть у нас есть социальная повестка. И мы всегда говорили, чтобы общество пришло к единому знаменателю, у нас социальное напряжение спало. Чтобы люди были добрее, счастливее, более как-то адекватно могли жить, да, то здесь надо прежде всего решать этот вопрос. Вот когда власть это решит, когда многие моменты будут закрыты, нехватка детских садов, школ, уровень заработных плат, трудоустройство людей. Тогда о чем-то можно говорить. Но мы считаем, что в данном контексте мы всегда будем оппозицией к власти, мы будем ругать нерадивого чиновника. То есть какого черта ты занимаешь это место, если ты дуб-дуб, понимаешь? Мы будем говорить всегда о плохой работе тех же управляющих компаний, да, каких-то недоработках в системе образования. И тогда в кадровых каких-то вопросах мы всегда об этом будем говорить. Поэтому если справедливая Россия засос с единой Россией, то вперед. Нас это как бы ваше любовное отношение не интересует. Для нас главное это люди, простой человек, и мы с ними. Вот поэтому в этом плане вот такой мой ответ. Роман, как ты оцениваешь свои силы в выстраивании прогнозов политических? Вот коротко. Да, ну знаешь, время такое у нас непростое. Я могу нафантазировать, на прогнозировать сейчас вам столько. Мы вот говорим о регионе. Да, говорим о регионе. Есть такое понятие, как избирательная система, понимаешь? Это хорошо, что у нас в Туве еще нет дистанционного электронного голосования, когда вообще невозможно проконтролировать. Процессы у нас в Туве, они достаточно своеобразные, имеют свою особенность, связанную и может быть с географией, и с внутриполитической культурой, и так далее, и тому подобное. Эти особенности больше положительных или отрицательных? Уж коль затронул. Да, уж коль затронул. Я не могу их назвать в какой-то мере положительными. Потому что я всегда считаю и говорю, что выборы должны быть открытыми, честными, даже уже смеются на словом честными. Но это смешно. Да, но в любом случае, вот эта избирательная кампания показала, что там, где мы выставляли кандидатов, где могли выставить, которых знали, у которых была большая энергия, которая хотела пробиться, они депутатами стали. То есть здесь я не буду лукавить и только в свой плюс что-то говорить. При этом я понимаю прекрасно, что с учетом внешнеполитической обстановки избирательная система, она и так всегда себя охраняла, да? И хотя наша фракция даже в Госдуме говорит, давайте мы уберем. Они же сколько понаделали. Контролировать нельзя. Значит, этим на избирательном участке находиться нельзя. Дистанционное электронное голосование. Масса-масса демократических винтиков просто сейчас перекрыто. И во многих регионах наши коллеги бьют просто в набат. Ребята, если дистанционное электронное голосование, представляете, что было в Москве, полностью, вот полностью украдены голоса и прошли кандидатами те, кто, в принципе, для организатора выборов должны были пройти. Я считаю, что если бы у нас выборы были гораздо более открытыми и честными, у людей было бы доверие к институту выборов. Надо справедливо отметить, что доверие не просто падает, оно уже практически на плинтусовом уровне, честно тебе скажу. Да, надо учитывать внешнеполитическую обстановку, да, надо учитывать то, что сейчас происходит в мире. Но я считаю, что плюрализм мнения должен быть учтен. Конечно, нет такого тотального превосходства Единой России по стране, как они вот в эту избирательную кампанию показали. Когда у нас в некоторых регионах у партии реально где-то упали количество депутатов парламента, где-то в два раза, где-то бывало даже и в три раза. Это не говорит о том, что у Единой России есть такая нереально огромная любовь. Еще раз говорю, этого нет. Нет, админресурс, безусловно, да. Я даже иногда думаю, был бы я единоросс, да. Делал бы я то же самое, что делает Единая Россия по стране в целом. Когда вот столько депутатов проходит, все одномандатные округа, подчистую практически за ними. Знаешь, Саша, тебе честно скажу, контроль всегда должен быть, это абсолютно нормально. Но в то же время надо учитывать наличие альтернативной позиции. То есть есть большая часть в обществе, которой не нравится, что делает Единая Россия. Мы знаем прекрасно, что очень много депутатов, которые себя показывали с не с лучшей стороны. Поэтому в этом плане надо учитывать интересы. Я бы делал реальное представительство, старался бы идти к тому, чтобы были услышаны все голоса. Иногда смотришь, что было 20 лет назад и думаешь, Ребят, а ведь в России, если так сравнить, ведь реально можно было что-то придумать. Я и в плане того, чтобы пройти, бороться, биться. Были интересные выборы. Вот пример Хакасии. Саша, когда был там в командировке, мы с ребятами работали, я тебе скажу, мне было так, скажу таким просторечием, по кайфу там работать. Потому что ты сам со мной ездил, когда инаугурация была. Там борьба была. И ты прекрасно понимал, что как же это круто, когда выходит бороться. На ковер. Борцы. И когда каждый силен и понимает, что вот от меня только зависит. А от нерешения судей, от какой-то схемы подставной. Понял? Вот это тогда интересно. А когда вот где-то что-то не совсем корректно, ну это мягко говорю. Я думаю, что это неправильно. Я вообще бы оставил Единую Россию и КПРФ в Туве. И мы бы с ними рубились. Но это было бы честно. А не так, что вот сейчас придет дядя Вася или дядя Мангуш. Скажет, все, я иду на выборы от партии Зеленые Слоны. Допустим. Мы знаем дядю Мангуша. Вот у меня столько родственников. Надо его поднять. А что он делал? Где эта партия была? Вот почему люди об этом не задумываются? Вот суть сказана. Вот хороший вопрос. Почему люди об этом не задумываются? Потому что... Исходя из жизненной практики. Да. Я впервые в своей жизни столкнулся с участием в выборах в 18 лет. Так. Это вопрос тогда голосования состоял в следующем. Объединение Иркутской области с Бурятским автобусом. Да, да, да. Это первые выборы, на которых я участвовал в качестве избирателя. Вот самой культуры выборов нам как-то вот с детства не прививают. То есть пока мы вот в школе учимся, для нас это вот какая-то система, где все уже давным-давно понятно. Зачем туда ходить, если ничего изменить нельзя. Это самое страшное. Вот это надо менять или пускай так. Саш, самое страшное, что могло произойти, увы, оно уже произошло. Люди вообще не верят выборам. И даже иногда то, что мы делаем, мы делаем от чистого сердца. И иногда так обидно, что выборы превратили в то, что является просто таким вот образом, в который люди просто уже не верят. С одной стороны, мы не должны опускать рук. Мы работаем в правовом политическом поле. И наша задача достучаться до сердец, даже с этим колоссальным неверием институт выборов, который у населения есть. Вторая часть. Очень многие люди у нас в республике, они вообще аполитичны. Им вообще вот по барабану где-то собраться. Опять же скажу вот эту шаблонную фразу. На кухне посидеть, в интернете проклятие писать. Это одно. Когда ты начинаешь людей подтягивать и говорить, давайте вместе. Легко меня ругать. Вот ты там ой в такой сикой. Почему ты там то-то-то не сделал? Почему ты с лопатой не вышел в правительство и не начал там все крушить по каким-то определенным социальным вопросам? Когда ты людям говоришь, давайте вместе пойдем к власти, давайте вместе поднимать вопрос. Разбегаются по норкам. Единицы есть в туве у нас активной гражданской позиции. А вот в массе своей я вот хочу каждому призываю вас. Все, что происходит, зависит исключительно от вашего мнения. Чтобы вы выходили, озвучивали свои вопросы, предложения. Не только в интернете, Саша. В интернете каждый герой. Мы работаем в правовом, легальном, политическом поле, друзья. Да, прописанный уставом, федеральным законом о политических партиях, то, чем мы можем заниматься. Но опять же, мы весь мир не в состоянии перевернуть в том вопросе, что нужна народная поддержка. Мы должны всегда знать, что вот, за нами есть люди. Они никогда не дадут назад. Они пойдут только вперед. Поэтому вопросы бензина, это был вопрос федеральной власти. Ребята, это однозначно. Вопросы, касаемые с углем QR-кодом, это уже наш внутренний вопрос. И люди, которые пишут нам в комментариях, а это невозможно, как старикам сделать, как что. Критика идет правильная. Я солидарен с этим. Так давайте проявите себя, приходите к нам. Давайте вместе рассматривать. Будем письма, бумаги писать. Главе республики, кстати, на встрече мы в социальном блоке наших предложений. Мы ему об этом написали. То есть, мы это предложили. Соответственно, мы выразили часть интересов граждан. Третий вопрос, и я вот на этом как бы завершу. Третий вопрос. Осознанность. У нас, опять же, говорю, что люди не думают о завтрашнем дне. Вот живут здесь и сейчас. Поэтому нельзя себя водить за нос. И нужно выбрать стойкую жизненную позицию и идти с ней. Тогда невозможно будет каким-то образом допустить того, что вас обманут. Или вас там будут считать за глупого человека. Поэтому я считаю, что работы у нас предстоит очень много, Саша. И работаем мы, еще раз говорю, в рамках правового поля. Можно критиковать и нужно критиковать. Главное, чтобы было за что. По справедливости. Вот, в принципе, это основное. Ты сам упомянул встречу у главы республики. Да, да, да. Роман, кто на ней присутствовал? Потому что в средствах массовой информации... Все партии сказали. Ничего подобного. С представителями там сторон партии и так далее. Во-первых, я сразу могу сказать, что мы люди у нас в партии, свободно можем выражать свое мнение. Знаем, что это правильно. На встрече присутствовали представители один, два, трех партий. Кто это? Это были мы. Это были новые люди, новоделы, так называемые. Новоделы? Новоделы, да. Ну, молодежь, красивые лица. Молодые мамы за них голосовали. Вот понравились им. А молодые папы? А по сути, как бы, ну, может и молодые папы. Ну, такая вот красивая обертка, конечно. Ну, и была справедливая Россия в лице ее руководителя. Вот, в принципе, и, конечно же, единая Россия. Ну, это понятно. Ну, это понятно. Это понятно. Ну, как понятно, да. Поэтому, в принципе, я приветствую такие встречи, Саш. Я их очень приветствую, поскольку именно вот сидя вместе за одним столом, можно реально обсудить многие вопросы. Есть официальная часть, есть неофициальная часть. И вот самое интересное, конечно же, в неофициальной части, когда ты можешь что-то высказать, предложить и так далее, и тому подобное. Ну, в целом, наш блок вопросов был реально социальный, который мы задавали, что людей интересует. У моих коллег он был более такой мягкий. Надо построить то, надо вот сделать так, провести соревнования тут. А у меня прям социалка. У нас, то есть, было детские сады, рабочие места, уголь, QR-код. И, как глава сказал, кстати, в этом вопросе солидария, нам надо сюда реальности веков заводить. И в 24-м году, ну, как мы можем не приветствовать это решение, когда это касается по бензину? Когда это касается, ну, просто десятков тысяч автолюбителей. Ну, реально, Саш, 10-12 рублей разница с соседним регионом, это очень большая такая, знаешь, социальная проблема. Спасибо большое. И поэтому я считаю, что это очень правильная инициатива. Как мы можем ее не приветствовать? В то же время, конечно же, и я обращаюсь к населению. Вот говорят. Саш, что ты думаешь? Есть в Туве у нас безработица? Конечно. Она искусственная или... Хорошо. Но есть же рабочие места. Вот недавно женщина приходила. Когда ей говорили в пекарне, типа, 30 тысяч будешь зарабатывать, надо работать. Она говорит, это не для меня работа. Вот свое мнение, это настолько дискуссионный вопрос. Очень многие говорят, что вот безработица, а работа есть. Как так? Я вот отвечу обычным примером. Мы с моим коллегой, с Дмитрием Айюном, это сейчас нисколько не реклама. Они были в гостях у организации под названием Вторпроект. Они занимаются вторичной переработкой картона, пластика и так далее. Не переработкой, а сбором и вывозом за пределы республики. И вот прессовщик картона у него может получать 50 тысяч рублей. Так. Вопрос только в том, что основная боль, а их две у директора предприятия. Ну, одна связанная с некой финансовой платформой, не о ней сейчас речь. А вторая это как раз таки с рабочей силой. Вывод. Вдоль дороги некого. Мы некого найти. Мы выезжаем с территории предприятия, поворачиваем налево и едем вдоль дороги. А вдоль дороги мы наблюдаем просто десятки бухих людей. Некоторые из них штабелями как раз вдоль дороги и лежат. И это как бы, ну, десятки это не фигура речи. Это действительно так. Я сколько раз говорил. Вот и какая тут безработица. Надо возвращать за тунеядство статью прям, понимаешь. Надо, во-первых, власти быть более открытой в озвучивании этих вопросов. Я всегда об этом говорил. Не через пресс-службы, не еще где-то. Через прямые эфиры. Через показывание этой реальной действительности в онлайн режиме. Вот что оно происходит. Ты у информационщиков пользуешься хорошей репутацией в каком плане? Что-то, если нужно взять какой-то комментарий, уточнить мнение у политической фракции. Нет вот этого оттягивания кота за одно место. Долгих согласований, спокойно созвонился, приехал в партию, записал комментарии, уточнил какую-то нужную для себя информацию. Уехал. Вот к вопросу открытости. Нужно ли ее больше для действующей, правящей партии? Или, по твоему мнению, она и без того открыта? Я считаю, что открытость должна быть не только у действующей партии и власти. Это вообще у любого политического института, у любой организации. К нам, друзья, вы можете прийти на Бухтуева-14. Обратитесь к нашему депутатскую приемную, в общественную приемную. Депутаты Государственной Думы, Анжелики Горно-Глазковой, депутатов Хурала, представителей города Козыла, мою приемную Ладой Домбарь Тенеевича. Мы всегда здесь. В принципе, так мы и работаем. Бывает, сидишь, что-то там, документы, с документацией работаешь. Тук-тук-тук или звонок Роман Тенеевич, главный прием. Вообще не вопрос. Всегда выслушиваем. И в той компетенции, которую можем, то есть в тех полномочиях. То есть мы стараемся помочь людям. Саш, знаешь, вот что бы я хотел отметить? Самое главное. Вот самое главное. Я всегда говорил, что дело не в количестве тех же партийцев, а в качестве их работы. И когда некоторые в социальных сетях пишут, да, что они сделали? А что они делают? С одной стороны, от того, что вы не знаете, что мы сделаем, это не наши проблемы, с одной стороны. С другой стороны, мы тоже начинаем задумываться, значит, мы где-то в инфополе не доработали, что конкретный человек, а не пойми, кто этот комментарий в соцсетях написал. У нас в Туве есть такая особенность. Люди под какими-то непонятными картинками, то есть не их живые страницы, да, а еще кто-то. Но тем не менее, все равно реагируем. Прикинь, за 100 мероприятий в год, малых, больших, любых, инициатива снизу. Поиск средств на организацию того или иного мероприятия снизу. То есть мы стараемся где-то помогать. То есть мы выполняем и четко идем по уставу. Самая тема, которая меня просто бесит из себя, когда, Саша, перед очередными выборами выползут со всех сторон так называемые политические деятели, которые потом будут стараться идти, людям пух, пыль в глаза пускать, говорить, какие мы хорошие, какие мы красивые. Даже если изберутся, исчезнут. Вот давай к этим деятелям мы перейдем. Я уверен, Роман, что у тебя в телефоне есть достаточное количество номеров представителей и руководителей сторонних партий. Да, практически. Вот давай как раз про открытость. Давай постараемся здесь, сейчас пригласить этих руководителей. То есть приемную им позвонить? Да. Которые номера официальные. Вот официальные, не те, которые у тебя есть, а те, которые вот мы найдем. Лично-то они возьмут трубку, это 100%. Вот именно по приемным. Я буду звонить и приглашать. Да, ну-ка, Саш, знаешь, что? Я думаю, что мы записали с тобой интервьюшку, да? Я думаю, что сейчас можно в более такую нестандартную нам обстановочку перейти. Ладой Домба, иди сюда. Вот к нам подключился Ладой Домба. Что это? Вот смотрите, онлайн, вот прям онлайн. Саш, что это такое? Это постановление вчерашнего этого пленума. Вот, видите, товарищи, вот постановление пленума. Все четко, по порядку. Номер один, номер два, номер три. Это надо подписать. Подписать. Какая у тебя классная ручка. Ладой, слушай, такая идея вот у Александра Сергеевича возникла. Как ты думаешь, вот у нас 11 партий в Туве по Минюсту. Как ты думаешь, если сейчас вот он начнет звонить в их приемные, если там вообще ты номера найдешь, как думаешь, будут трубки брать или нет? Я думаю, будут брать, скорее всего, АДПР возьмут. Так, не личный телефон, приемный, как ты думаешь, да? Ты думаешь, нет? Я не знаю, вот где у него все приемные находятся. Ну ладно, вот это отдельно. Вот мы и выясним сейчас. Так, все, пойдем в кабинет, что здесь нам тусоваться? Нас юрист ждет. Роман Тельманович, давайте, вы будете мне прям... Набирайте, а я буду звонить на громкой связи. Это еще контакты надо поискать, ребят, это не просто так. Так, ну, ЛДПР, допустим. Давайте посмотрим. Допустим, ЛДПР. Да. Допустим. Так, программа, регионы. Но вот почему-то здесь нету. Так, давай вот тут еще поищу. О, давайте ВК, вот есть ВК, открываем. Интернет у нас что-то не очень быстрый. Что за дела? Не знаю. Красноармейская улица у них, значит, закроются в 5 часов, ребят. Написано, что открыто. Здорово. Да, давай сейчас посмотрим. Телефон 929. 8-929, это кто, ЛДПР? 315, да, 77-22. 77-22, еще раз. 8-929-315-77-22, дорогие друзья. Да, работаю сегодня до 5. Идти на громкую связь, чтобы вам вот было. Эпко другие партии поищу. Давайте. Сейчас вам не могут ответить. Необходимо ли вам перезвонить? Было бы неплохо. Так, ЛДПР минус. Ну, по крайней мере, там сказано, надо ли вам перезвонить. Да. Ну вот, он пускал, да, посмотрим, будет ли перезвон. ЛДПР вышло из чата. Теперь, ребят, у нас есть Справедливая Россия. Написан адрес на Кичилола. Указан имейл руководителя. Ну и все, контактов нет. То есть, я могу, конечно, сейчас позвонить Чадамбаевичу лично. Я уверен, что он трубку возьмет. Нет, нам не надо лично. Да, но контакты не указаны. Номер, телефон. Да, только адрес. Тывак, Козылки, Чилола там и так далее. Кто выходит на перрон, это кто? О, проект администрации президента Единой России. Чисто на Сардановском рейтинге держится. Да, вот Аксентьевна, или как она, бывший мэр Якутска, депутатом Госдумы ей предложили стать, стала. Вот сейчас они вот это вот пытаются, Нечаевскую партию где-то подтягивать, где-то не подтягивать. Ну, то есть, то Единая Россия, новые люди, для меня это знак равно. Так, идем дальше, давайте посмотрим. Так, открываю, новые люди по Республике Тыва. Денис Павлович, Денис Павлович, у нас рабочая атмосфера, ребят, ничего страшного. Слушай, пытаемся здесь дозвониться до наших коллег из других партий. И как успехи? Знаешь, на самом деле, у ЛДПР пока абонент не абонент, значит, у СССР вообще, да, телефон не указан на сайте. И вот сейчас мы партию новые люди, которые такие ролики делали на выборах в городской совет. Где-то нас троллили в чем-то, что мы уже не актуальны, что мы уже стары. Ладно, посмотрим. Кстати, знаете, кто на них подписан? Один общий друг наш, Оленького Завякова. На их страницу в ВКонтакте. Ольга, тебе привет большой из заснеженной Тывы. Смотрите, ребят, зашел вот ВК, честное слово. Новые люди Республика Тыва, делаем по-новому искренне с душой, короче, все понятно. Ребят, у них только сайт, ссылка на их сайт, контактов нет, на их сайт российский. Партия новые люди Республики Тыва. То есть я ввел, ну, как бы вот, у них там цель, добиться, чтобы все было хорошо, траля-ля. И 54 подписчика. Да, 54 подписчика. Целых 54. 54 Ронина. Кстати, ребят, последняя их новость. Видишь, выборы прошли, а что дальше-то, зачем работать? Вот 17 августа 2022 года. Ладно, поехали дальше. Сейчас только начнутся выборы, попрут ролики, какие коммунисты не такие, какие тесики, короче. Так, идем дальше. Новые люди тоже. Ребят, ну, она как бы сейчас уже парламентская партия. Мы этих разобрали, эсеров, позвонили, ЛДПР, новые люди. Единая Россия. Не, Единая Россия, понятно. Ну, подожди, возьмут, нет. Ну, давай. Давай пригласим. Действительно, что мы так прям правящую партию обделили внимание. Вот, официальный сайт партии. Кстати, могу сказать, что из всех региональных отделений официальные сайты партии есть только у нас. Ни у кого других нет. Мы и в ВК, у нас и свой сайт КПРФ Тувару. Итак, ребят, я зашел, захожу приемную. Вот написано. Форма обратной связи. Так, вот я зашел. Ленина. 8394-22. 33-83-1. 33-83-1. 83-1. До 6 часов сегодня работают. Обед уже закончился. Вперед. Просто скажи, можно обратиться там. Я... Ты знаешь, что сказать. Так, какие еще партии? Звоним в Единую Россию. Звоним в Единую Россию. Звоним в Единую Россию. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Новостной корреспондент интернет-канала «Республика». Подскажите, пожалуйста, я попал в представительство Единой России в Республике Това? Это общественная приемная, да, Единая Россия. Ага. Ладно, идем дальше. Ребята, вы не поверите. Тут одна наша блогерша в Туве, я не буду называть ее имени, все время рекламирует вот эту партию. Называется она «Партия роста». Вы не поверите, пацаны, вот смотрите, я зашел в интернет, тут председатель указан этой партии, который, кстати, на выборы шел до главы. Интересно. А вот контакты, смотрите. Калинина у них есть. Вот номер, Саш, ну-ка, набери. 933. 8 933. 998. 998. 55 55. Нет, у нас все честно, открыто, то есть без всяких количеств. Это партия роста. Да, партия роста. Да, потом еще есть партия зеленая какая-то, давайте теперь зеленых проверим. Давайте в партию роста звоним. Гудок идет уже, хорошо. Алло. Алло, здравствуйте. Инвесты. Подскажите, пожалуйста, а я попал в партию роста? А кто звонит? Меня зовут Александр, интернет-канал «Республика». Еще раз. Меня зовут Александр, новостной корреспондент, интернет-канал «Республика». Вот ваш номер телефона указан как контактной политической партии под названием «Партия роста». Это так? Это из республики ТВ. Ну да, правильно. Я вам из республики ТВ и звоню. Ну, приятно. Случай вас. А как вам можно по имени обращаться? Андрей Алдынович. Очень приятно. Андрей Алдынович, подскажите, пожалуйста, мы могли бы с вами увидеться, мы делаем новостной выпуск, обзорный, по партиям и их программам здесь, в «Республике ТВ». И хотим дать высказаться каждому представителю партии. Хотели бы вы, возможно, о программе своей партии рассказать, о своих делах здесь у нас в «Республике». Ну, в принципе, можно. Сейчас, видите, я являюсь председателем администрации города Азовараска. У вас здесь живо в Азовараске. Ну, на следующей неделе мы будем зазвонить. А когда вам удобнее будет перезвонить? Давайте после 15-го. После 15-го. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. До свидания. Ну, вот это. Друзья, ну, на самом деле, да, мы можем говорить о том, что, да, ни дел, ничего, как бы не видно, да, по сути. Партия такая, чтобы зайти. Но трубку взяли и пообщались. То есть это уже как бы плюс. Плюс. Да. Не говорим о работе, говорим именно о том, кто трубки взял. Взяли. Зеленые. Теперь, ребят, смотрите, у нас в Туве зеленые. Вот смотрите, где вы здесь снимите. Зеленые, моченые. Что я только смог найти, другой информации нет. Вот пока вы общались, смотри, региональное отделение политической партии, российская экологическая партия «Зеленая». Только имейл и вот председатель. Все. Никаких контактов больше нет. А, вон, номер. Нет, это федералы. А, это федералы. Да, вот региональное отделение. Вот даже высвечивается вот «Республика Тыва». Но никаких контактов. Вот «Республика Тыва». То есть как бы не вариант. То есть а тот номер, он федеральный, да? Да, абсолютно верно. Так, идем дальше. Я уже, ребят, не знаю, какие у нас еще партии есть. Ну, кто у нас вообще баллотировал? Одну еще какую-нибудь. Денис Павлович, какие еще партии есть? Кто? Так, «ЛДПР» звонит? Новые люди? Да. Партия «Русто», «Яблоко» и «Яблоко». А, «Яблоко». «Яблоко», давай. «Республика Тыва» и «Яблоко». Да пошли, яблоко. Одно место. Так, партия «Яблоко». Кстати, вот прям сразу номер, да? Сразу же номер, партия «Яблоко». «Русто», «Туве контакты». «Русто», «Девятнадцать четыре, двадцать два». «Три, двадцать шесть, двадцать девять». «Три, двадцать шесть, двадцать девять». Прошу. Я вообще вот, Дим, просто скажу, вот допустим, даже то, что партия «Зеленая», да? Мы звонили, трубку взяли. Или кто? Кто это был? «Роста». «Роста». Такое вполне возможно. И, увы, вот в Туве так. Так, звонишь? Звоним. Это «Яблоко». Скажи, что записаться на прием возможно нет. У меня есть вопрос. Стационарный номер телефона, между прочим. 14-41. Татья написано, что где-то на Красной Армее. Давайте, давайте еще раз попытку дадим. Еще один номер, запиши. Есть, знаешь, какой? Есть прям федеральный. 913? 8-913. 350? 350. 0-2-22. 0-2-22. 8-913-350-0-2-22. Давай. 3-2-2. На прием, Саш, просто скажи. Можно на прием? То есть здесь следует отметить плюс. Гудки идут. Возьмут это уже другое или не возьмут? Ну, я думаю, уже все. Стационарный не взяли. И это тоже не взяли. А я, между прочим, хотел на прием записаться. Ну, я думаю, смысл. Сегодня, видимо, просто не твой день и не повезло. Ну что ж, Саш, какой можно сделать вывод после прозвона нескольких политических партий? Мы их целых шесть прозвонили сегодня. Давай, я обязательно после 15-го позвоню в партию Ростах. Хочу подрастить в познаниях, скажем так, политических программ и действий наших оппонентов. Да. Ну, а во всем остальном, как бы, ну, налицо. Глухо. Телефоны какие-то не работают. Где-то просто людей не берут и не отвечают. Саш, если справедливости ради, надо отметить, что не берут трубки или не указанная информация у партий, которые не являются парламентскими, а даже есть те, кто является парламентским. Поэтому, друзья, вот как-то так ситуация именно такая. Спасибо, Роман, тебе за то, что уделил время. Отличная идея, пацаны. От души все по-братски. Давайте вперед.